Приветствую вас, вы знаете, Марию. Я хотел бы задать вам стричный вопрос. Зачем вам знать, как это брейн называется в психологии? Вот. То есть, ну зачем вам это нужно знать? Для чего вам термин, ну что он вам этот термин собственно говоря даст? Это первое. Так, второе. То есть, с точки зрения психологии это очень похоже на такую, знаете, попытку рационализировать. Я буду знать термин, я буду знать, как это называется и, соответственно, всё. Как бы я буду знать, с чем имею дело. Нет, это не так, потому что за терминами, по большому счёту, скрываются, как бы, чувства. И, используя термины, люди эти самые чувства, в общем-то, занижают. Это первое. Второе. Вы пишите, значит, что слишком ценю свой труд и усилия, когда нет огромного результата и сразу очень без чувств и обижаюсь. Поэтому стараюсь сильно не складываться, чтобы не страдать. Вы знаете, я, наверное, вас удивлю, возможно, а может быть и нет, если скажу, что вы свой труд как раз таки не цените вообще, потому что считаете, что единственное, чего достойен ваш труд, это результат. Причём результат – это нечто, что оценивается другими людьми. И это автоматически делает ваш труд, в общем-то, оцениваемым только другими людьми. Не вами самой, а только другими людьми. Поэтому труд вы свой не оцените. Если бы, если бы вы оценили бы свой труд, то вы бы не ориентировались бы на результат. Вы бы как раз таки ориентировались бы на процесс и на только процесс. Больше вам не было бы ничего интересного, потому что, ну, всё остальное было бы для вас, ну, вот, в какой-то степени вторично. Я бы вот, наверное, так мог бы сказать, что это вот вторичная история про результат. Но вам, вам результат нужен. И очень важно то, почему вам важен результат. Почему вы нуждаетесь в результате? Это в большей степени про оценку, про такую вот потребность, можно сказать, в оценке. То есть вам хочется, чтобы вас оценили, вам хочется, чтобы, ну, чтобы вас как-то вот, ну, чтобы вам дали, можно сказать, обратную связь. Вот. И это не свидетельствует о том, что вы именно цените свой труд. Это свидетельствует скорее о том, что вы к своему труду относитесь, ну, в большей степени, наверное, обесценивающе, к сожалению. Вот. Так что вот здесь видите, принципиально, принципиально такая отличающая позиция от того, что на самом деле происходит с вами. Вот. Я не берусь, конечно, наверняка это говорить сейчас, потому что информации слишком, слишком, слишком мало информации. Вот. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, ситуация выглядит, ну, примерно, примерно, таким образом. Вот примерно. Так выглядит ситуация. Вот. Можно ли это скорректировать? Да. Можно. Для этого, для этого на самом деле, вот на самом деле, нужно ценить свой труд. Ценить его не как что-то такое вот условное, да, а ценить его как что-то самоценно, как что-то самобытное, как что-то являющийся, ну, скажем так, вещью в себе. Вот. Вот. И вот тогда, я думаю, вам станет все равно на результат. Вот. И когда вам станет все равно на результат, тогда вы можете сказать, что да, я ценю свой труд, наконец-то я ценю то, что вот, ну, то, что я делаю. Вот. Вот. Пока что вы говорите немножечко о других вещах, к сожалению. Вот примерно такой ответ я могу вам дать, примерно так и могу вам ответить. Я надеюсь, что это было вам полезно. Вот. Я надеюсь, что вы для себя, ну, сделаете определенные выводы. И, конечно, ну, я бы вам рекомендовал бы, наверное, поработать с психологом, потому что здесь вот не решается данная проблема, да, через такой, ну, ответ, через какие-то вот такие. А ответы. Закальные. Вот. Через общие ответы на общие вопросы. Вот. Это не решается так, к сожалению. Это решается через твихтерапию, вот это решается целом через раскрытие того, что вам важно, через раскрытие того, что вам ценны, вот через раскрытие тех моментов, которые, ну, вам важны, то есть имеется в виду, что через раскрытие своих интересов опять же, вот, и как результат уже работают в этом направлении, вот. Это вот то, что я могу вам сказать, то, что можно вам сказать. В ответ на, собственно, вопрос, который вы задают. Вот, мне остается только надеяться, что вы прислушаетесь к тому, что я сказал, я надеюсь, что вы прислушаетесь к тем моментам, которые я услышал вам. И надеюсь, что вы сделаете какие-то выводы. хотя бы, например, спросите себя о том, почему я пытаюсь найти причины, то есть почему я пытаюсь как-то вот назвать, условно говоря, да, как-то вот назвать, я пытаюсь то, что со мной происходит, вот. То есть именно вот пытаюсь как назвать. Вы делать это совершенно не просто так, у этого есть причина. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.